180 спортсменов приехали показать умение и побороться за звание лучшего в своем классе. Это представители региона 13, Московской области и Санкт-Петербурга. Саранск не впервые становится площадкой для столь масштабных соревнований. Вчера проводили гонку на время, ребята показали результаты даже лучше, чем, например, неделю назад на всероссийских рамках Кубка России. Поэтому я считаю, что динамика положительная, все нормально, все работают, развиваются и так далее. 5 марта гостями мероприятия стали участники Олимпиады в Токио Наталья Суворова и Александр Катышев. Спортсмены только что вернулись из Колумбии, где тренировались и накапливали опыт. А по возвращению их ждал сюрприз – строительство суперкросс-трассы. Мы буквально на днях вернулись из Колумбии. Там мы провели почти полтора месяца подготовительного сбора, провели отличную подготовку, такую межсезонную. Это отличается подготовка от зимы, так скажем, потому что там другие погодные условия, другие трассы различные. Поэтому мы старались максимально использовать каждый день. Был очень приятно удивлен, когда приехал в Саранск. Увидел, что мы начали строить суперкросс-трассу, которая будет приравниваться к олимпийским стандартам. Там высота горки 8 метров, длинные прыжки, длинные трассы. Поэтому ждем не с терпением, когда построится трасса, и мы сможем потренироваться и принять участие на этой трассе. В завершении соревнований были определены победители. В классе юниора лучшим стал Константин Сутербин. Эмоции у меня восторг. Как бы победил. Было непросто победить, потому что сегодня ездили с мужчинами. Было немного сложнее, потому что классом они выше, они старше. Поэтому было немного тяжелее. Но получилось стать первым. Впереди ребят ждут новые соревнования, новые вершины и новые победы. Буквально через месяц в Саранске состоится второй этап Кубка России. Анастасия Целигина, Сергей Соколов. Народные новости.